Девушки отдыхают Светом И побывать в Владычном Монастыре, а потом уже как Бог даст Что касается Картинной галереи Как любая картинная галерея Ее можно Обижать в течении 15 минут А можно застрять У какого-то полотна на полдня Тем более Картинная галерея Сербхова Она необычна И Правда, самый интересный Древнерусский отдел У них, по-моему, Загажников Всегда не досягает Дело в том, что Это галерея Необычайная Своей историей И по составу Основу собрания Составляет коллекция Русской и Западной живописи Мерлинга Это был Очень высокого ранга Чиновник Особых поручений При государе И по-моему, конечно, его труд оплачивался высоко Так или иначе Это давало ему возможность Покупать и составлять Коллекция Коллекция Громадная И ее покупает Фабриканцем Мараева Мараева Я не помню ее имя, отчество Но это очень достойная Русская женщина Вот Ну, такого Типа Тенишев Это Женщина-меценатка Но Она Из старооблевческой Среды Понимаете То есть В ней не было порушено Ничего Понимаете Вот А жила она И Действовала Во времена Уже Революционные Вот Достаточно Высок авторитет Этой Меценатке Так или иначе Ее Не сажают Но Она продолжает Оставаться до конца Хозяйка Уложения Это Уникальный В общем Случай Потому что Уже при ней Начинает Собрание Древнерусской Иконы И Живописи Плюс Западные Половки Потому что Повторяю Каждый Фабрикант Здесь Обладал Немалыми Конечно Ронитетами И И вот Начинает Скупать Мараеву Еще Дореволюционное Время И При Революции А затем Ее собрание Распухает Потому что Начался Уже Так сказать Ну Революционный Такой Бум И По Отбиранию По Месячки Как Тогда Владимир В общем Таких Ценностей И Вот Это Собрание Будущие Мараевы Ну Разбухает Повторяясь За счет Национализированных Вот Этих Вот Дворянских Гнезд Во Всеплоховском Уезде Их было Масс Вот Так Вот Необычно Собирается Эта Коллекция И Вроде бы Никаких Особых Краш Не было Так Другое дело Что я Годами Был нацелен На Ознакомление С иконами Вот Но то Что я То что Мне показывали Ну Не оправдывал Того Интересно Понимаете Конечно Здесь Была Полита Очень Достоин Билон Потому Что Я Застал Когда Еще Ныне Жил Последние Старушки Старобрядки И они Приходили В кран Покрова Который Сейчас Включен В этот Мемориал Своеобразный В Картинной Игре И Так Драматный Теперь Двор И Награни Маленькая Церков Покрова Который Кстати Сооружал Тот же Роман Иванович Клей Который Вот Эту Усыпальницу Устроил Полосат Вот Так что Но Конечно Это Была Стилизация Вот Семнадцатый Маленькая Церковь Ее Проезжать Вот Поступает Таким Заслоном Москвы Уже Смутно Смутное Время Тоже Пройдется По Надземле Церковской Очень Серьезно В 1610 Году Город Сумеет Отбиться От Болотникова Сейчас Назвать Эту Скотину Своим Смутян Вот И Ну а Через Какие-то Месяцы Церков Вынужден Был Сдаться Уже Дмитрий Втором В 1611 Году Город Вместе С другими Южными Городами Вот Москва Сам Себя Суроводит От Поляков Городами Начнет Созидать Заедем Но Народ Сверху Был Очень Таким Предприимчив Ни от Ни от Кому Ничего Не ждал Но Работать Умел Время 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 Я повторяю Вот этот вот Инцидент С Ручными Удомными Характерами Стали Выплавлять Стали Вот И Это Составляло Конкуренции Государственным Заводом Петра Петрозаводским Представляете И Швейсан Рискин Был Коммерц Коллеги Опечатывать И Как бы Национализировать Эти Ручные Домы Вот Мы Подъехали К Владычному Монастырю Повторяю Название Владычной От Владычицы Благородицы Именно В Ее Вхождение Во Храм А Обоснует Монастырь Любимый Келейник Алексея Митрополита Это 14 век Вот Его Келейник Варлам Вот Просто Имейте Ввиду И Первый Каменный Собор Появляется Именно здесь В 1360 В 1362 Годах Белокаменный Собор Из Его Камня Практически Мы Увидим Собор Времен Годунова Перестроенный Времен На Его Вклад Вот Дело В том Что Там 1550 В 1996 Году Подходит Снова Орда Крымская К Московским Пределам Вот Северного И Водунов Уже Ждет Вот Осад Прочем Прочем Вот Это Благополучно Спасибо Разрешится Вот И Путем Переговоров Вам Наверное Известно Такой Род Водыжинских Водыжинский Писатель Был Вот Но Он Из Рода Дипломатов Средневеков И А Лодыжинские Здесь В очередной Раз Спасут Серпуха Бород От Разорения Они Путем Переговоров Умиротворят Крымцев И Вот Это Отпразднует Со всей Пышностью Борис Федоров Годунов Вот Чем Будут Вызваны Его Голоссальные Субсидии Двум Монастырям Высоцком И Молодычному На которые Перестраиваются Соборы Сечет Ваш Монастырям 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 Сенкин Перевоз 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 Сенкин Перевоз